Всем привет! Вы находитесь на канале Люди, у которых клюет. Классная, кайфовая погода, отличное настроение, душевная компания. Сегодня все будет по кайфу. Время сейчас примерно 9 часов утра. Мы выехали из дома в 4. Ребятки на своем вездеходе. Да чё путь герцовак начал? По хлее, блять, начал ездить. Да, конечно. Надел по борьбе с ямами. Здравия желаю. Здравия желаю. Выехали в область в Пеннискую решать проблему по французу. Количество людей? Доброе. 6 месяцев с оператором. Будем решать. Могли заметить, что у меня нулячий костюм, сапоги и природа в этот раз меня не сломит. Ну что, хотели до рассвета расставить жерлицы, но у нас вездеход только один. Пойдем. Мы приехали на трех машинах. У двух вот такая вот подвеска. Вот, короче. Ну что, толкаем. Я потом только жер уставляю. Так, это что-то от карбюратора, да? Так, это, блять, что такое, нахуй? Как деталь называется? Дернул, блять. Как вообще, что это такое? Давай вот так объезжай. Сзади сейчас что-то дергаю. Ну, короче, рыбу не поймали, краба поймали мы все. Я в шоке. Что я могу сказать? Боюсь, мы радиатор потеряли. Подушку оторвало точно. Мало чего видно, но мало чего приятно. Так, перейдите. Я его натяжечку, натяжечку, за камнем. Поехали сзади, вытернем краба. Я думаю, сейчас как раз начался самый клев, но у нас еще нет. А мы не ели еще. Легко начался. Упражнение масляное. Давай. Раз, раз, раз. Оставляем до лета. План действий такой. Вот этот танк нам надо перегнать вот сюда, чтобы зацепить за вот этот трос и выйти. Вот этот я чем занимаюсь сейчас, кто-то лопает, скажите мне. Пожалуйста. Не было такого момента, когда я не выезжал. Вот сколько раз застрял сюда, выезжал. Что, я там остался что-то? Откроете, пусть ноги высадят. Да ебеть. Поехали. Короче, у нас канал называется «Люди, у которых клюет». Но на нашей рыбалке как раз меньше всего поклевок. Мы застряли, сейчас приготовим пожрать, расставим жерлицы. Соберем их и поедем домой. У нас канал можно назвать «Люди, которые застряли», «Люди, которые пожрали». Люди, которые едят, можно сказать. Да, но никак не люди, у которых приятно. Сейчас время уже 8 часов, мы выехали в 4, ну в 5. Я проснулся в 4,2 часа, символично. Что-нибудь классический завтрак, взял бекон, фундук, сам летел. У нас же передвижки по времени, поэтому начинаем с обеда. На обед яички, естественно, бекончик, русский хлеб. Мне кажется, сразу обед нужно готовить, нет? Но быстренько перекусим, пока там что-то там, делов. Так, Вадим, у нас по планам было 15 жерлиц расставить, да? Да. Что, 15 будем ставить? Вчера переоснастили, поставили двойники, вот, флюрокарбоновые поводки. Да, потемну обычно мы жерлицы ставим, как правило, как все рыбаки. Но, самый основной клев, по нашей версии, это с 11 до 12, вот, успеем так. Что, разгружаемся, Максим. Подожди, подожди, не потянем. За ноги прям его давай. Все, нас же вынули, да? Давай снимай. Вот они, люди, у которых клюет в полдевятых. Вот это наша мотособака, электрособака, которая нас привезла сюда. Мы, наконец-то, доехали на рыбалку. С прибыли на водоем. Время 8.30, прибытие карусов на площадку. Максим, ты мне скажи, вот этот зачем мы возим с собой? Это я приобрел. Вот этот зачем? Это я буду зеленый. Типа, короче, стой, стой, не езжай. Поехал. Вот так вот, да? Завтрак в постель. Я сразу приезжаю. Нет, это просто мужики тоже сидят, завидуют. А я буду им приносить. Спасибо. Я сегодня чувствую себя комфортно. Не в Заре, не в черевичках мокрых. А мы шли когда назад, вот оттуда, на той рыбалке, на прошлой, я шел в черевичках. Я же вот иду, а я уже ног не чувствую уже в пакетах, там никакие с кем-нибудь помогают. Я иду, понимаю, еще холоднее стало. Я разворачиваюсь, понял, а черевички там просто. Я шел, они... Одна ладят, трудая. Я это, босиком, ну, просто в пакетах идут. То есть я даже не чувствовал, но все, больше такого не повторяйте. Пацаны не знают, но чекушечку я жал с собой. Вдруг ухо вкусное будет. Слушай, ну я думал, что ветер не такой сильный, а на водоеме здесь прям такой, порывистый. Вроде немного успокаивается, потом как задует лесо. Так, нам надо с тобой немного курс поменять вот к этому полуострову. Погнали. Выбор лагеря стоит так, чтобы не было ветра, а выбор, куда поставить жерлицы, ставим на русло, потому что рыбы там тусуются. Еще плюс здесь мы знаем немножко дно, потому что летом на лодочке плавали, знаем, где трава, где глубины какие-то. Поэтому, в принципе, выдаем знакомый, сейчас поставим где поглубже, где нет травушки, где есть рыба. Максим отвечает за кухню, мы идем ставить жерлицы. Ребятки, попали мы, намучимся сейчас мы с этим. Вчера еще плюс два было, подморозило, а через снег еще лед как не успел промерзнуть. А глубина примерно будет вот до соединения. 15, да, поставим жерлицы? Февраль, лед, вот такой от толщины, сколько здесь? Сантиметров, наверное, 70, да? Лед сантиметров 70. Мокрый, бурить очень тяжело. Я не знаю, как мы 15 жерлицы поставим, но постараемся. Раз, два, три, как говорят ромаряга, порог. Ну-ка, открой-ка, блядь. О, какой бойкий, давай, сейчас как раз щука придет на него. На самом деле, чем хуже условия для рыбаков, тем, говорят, лучше для рыбы. Поэтому ветрено, холодно, но я думаю, сейчас будут поклевки. Сварочные перчатки вручают всегда. Поэтому, кто, рыбаки, если не знаете про такие перчатки, они, вон, можно их купить за 500 рублей. Они как раз, ну, не пропускают температуру, потому что сварщики держат раскаленные арматуры. И поэтому, вот, супер вообще. Мне вам написали в комментариях, что это называется зимний край. Зимний край, сварщик. На самом деле, на природе кайф даже в такую погоду. Смотрите, какое солнце. Посмотрите, какая снежная гладь ровная. Прям. Это Россия. Это наша Россия. Посмотри, какого цвета небо. Посмотри, как солнце светит. Посмотри, какой снежок. Как вот так вот ветер потягивает по низу его. Просто снежная гладь. Это Россия. Это красота. Пацаны! Если добурили, пойдемте вискаря попьем. Это Россия. Доставили жерлица. Осталась одна. Сейчас закидываем туда живца. И будем ждать поклевок. Интересно, что происходит там на кухне у Макса. Про что угодно пусть мне рассказывают. За опоздание, за дисциплину. Но вот за еду. Ну куда я? Когда лезут, у меня сразу настроение портится. Я сразу говорю. Про еду темно. Все, поедем, народ. Макс сегодня колым. Брикеты. Брали брикеты. Летом. Летом шикарно. Вообще просто. Лучшее изобретение. Мы думали, о, на зимнюю рыбалку возьмем. Ну горят, но не так. Вот. Опыт в Карелии. Показал, что береста. И вот такая вот. Береза лучше не бывает. Любой мороз. На рыбалке в куртке зарко. Говорит, нечего делать. Отпишитесь на. Значит, рецепт. Как крышка опустится. Знаешь, закипела. Вот бумага. Очень нравится. Быстро все. Скипятил. Протер губочкой бумажкой. Насухо. Маслецом. И попер. У нас завтрак яичко с беконом. Классик с русским хлебом. Сальца нарежем. Чаек в термосе. Умрячку. И все. Будем дальше. Рыбачить. Нет, это хорошая идея. Вот эта. Конечно, ее в чуть-чуть это. Потом осовременить как-нибудь. Или две их взять. Два бобина сразу. Что это у тебя рыбалка? Рыбалка. Тут же музыка будет грустная, да? Вся, да. Моя жизнь. Блядь. Да я рыбу забыл. Ну нет, я взял. У меня половина с собой. А мы утром в магазин заезжали. И я ее забыл. Там. Там я взял рыбу для бульона. Горбуш. Башку и хвост. Дом порезал вчера. Как праздничный. Готовил. Вот. Бульон сделаем. Бульон сделаем, да. А вот там вот это самое вкусное. Там форельчик жирненько. Вот это. Десять рублей за пачку. Триста. Вот ее я забыл. Просто я с утра купил ее. До купил. Вчера себе продукт купил. И вот пока готовился, решил, что нужно что-то пожирнее. Ну, чтобы повкуснее было. И думал, вот перед рыбалкой заеду. Вот заехали и оставили. Блядь, что в башке маргарин? Ну что, сейчас пусть прокипит. Ага. Ага. Ну, здравствуй, как жизнь, как дела, тварь. Ай-та-та-ра-та-ра-там. Как ты изменилась в глазах моих. Вы что, не веселитесь, пацаны? Мы обычно встаем прям посреди водоема. Вокруг себя жирлицы расставляем. Но вот вторую рыбалку из-за ветра вот так вот на бережочек встаем. Где деревья есть, где укрыться можно. Сегодня вообще, ребята, приспособление интересное придумали. И вот здесь вот в кустах обнаружили интересную штуку. Точнее, это вообще неинтересно. Рыбаки знают, что это такое. Сеть. Просто, блядь, ну, здесь рыба и так клюет. Ну, видно, что это летнее, конечно, но рыба и так клюет, ну, ловит, ну. Что, с голодухи люди? Я не понимаю, вот это вот где искать. Дело в том, что, ладно, они сети эти еще забирают с собой, там, рыбу наловят на сеть. Забирают с собой. Ну, это, смотрите, оставили. Она сейчас гниет здесь. Здесь весной еще рыба какая-то в эту сеть забутается. Возможно, осталось в этой сети рыбы, которая тухнет, гниет здесь. Ну, блин, вообще, что такое? Прям уроды. Вот это вот прям, кто это вот оставляет? Кто, во-первых, их ставит и кто оставляет? Это прям уроды. Немного о погодных условиях. Вчера было плюс два, а сегодня минус тринадцать. Вот все, что там натаял, дождь шел, вот это все сегодня подморзло, лед ужасный. Но ничего страшного, пловим дальше. Это чудо-рыболовный ящик. Здесь у нас есть все, например, термос. Поставь на стол, Никтос. Это значит термос, газовые баллоны, удочки. И уже, так, сейчас, 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 который рыбалку катается, мы его не открываем. Почему-то не приходилось открывать. Сейчас, я думаю, самое время. Это подарок от Петровича, приезжал в декабре, который вот с нами был на рыбалке. Он привез, и мы почему-то не выпили, вот вон ящик катается. Держи. А что мне? Ты алкаш. Да нет. По-быстренькому. Классический. Завтрак. Завтрак рыбак. Завтрак рыбацкий еще завтрак? Нет, Денис? Да, тут все рыбацкое. Ну, это дороже, 60 рублей. Все продукты дороже, 60. Значит, в казанчик раскалененький пошла. Бекончик пошел. Красиво вот так вот. Ну, сейчас сам расщепится. Это я западнул все это на морозе. Ну, все, разборобуем. Пошли яички. ЛД сюда. Можно даже не солить, там же бекон он такой соленый. Просто пересолили, но даже не будут солить. Вот, взяли, я говорю, пожирнее. Хотелось, чтобы и филешечка была. Вот, взял тоже туда бульончик. Вот это потом в конце добавим. И все. Все, слава богу. Грусть ушла, все привезли. Поэтому, скоро будем готовить. Погнали, погнали нафиг. Чай. Давно не чокался. Отгадайте, у кого чай, у кого вискарь. А сейчас по лицу давайте. Давайте сыграем в игру и угадай, у кого чай. Давайте. Так. Нет, ну сколько ты сундук мне налил, это чай. Он сладкий, да? Много вопросов, когда я выкладываю истории в свой инстаграм, мне пишут, ну там, мои друзья, что такое жерлица, как она устроена, как она работает, почему клюет. Мы ничего не понимаем. Вадим, объясни. Сейчас рыбаки, вот, все, кто смотрит нас, рыбаки, можете перематывать. Потому что, как устроены жерлицы, все рыбаки знают. У нас есть жерлицы. Такая штука, интересно, давно очень изобретена нашими прадедами, там, наверное, может, про прадедами. Сейчас они внешне модернизировались, а принцип работы остался тот же. Смотрите. Здесь на этой катушке у нас леска. К леске прикреплен вот такой вот грузик для того, чтобы опустить ее на дно. Потому что щуку мы ждем снизу. Вот. Есть поводок, на поводке крючок, маленький крючок. На этот крючок мы цепляем живца. Здесь у нас грузик. Мы опускаем леску на самое дно водоема. Там мы самое дно. Вот он опустился на дно. Мы натягиваем леску так, чтобы ровно на дне лежал, без всяких запасов. И я отматываю здесь, на этом водоеме, три оборота катушки. Это раз, это два, это три. Три оборота катушки, потом мы фиксируем эту катушку. Вот. Щука видит то, что рыба какая-то активная, но слабая, потому что не может уплыть далеко. И как легкую добычу она ее хапает за крючок. И когда она ее хапает за крючок, она начинает ее куда-то вести, тащить в сторону. И происходит вот такая движуха. Вот леска натянута там, щука цепанула. Чик! Флажок вскакивает. Катушка начинает крутиться, потому что щука уплывает. Я подбегаю, подсекаю. Все. И достаю щуку. Это в идеале. Много бывает холостых поклевок, много разных бывает поклевок. Вот так вот устроена жерлица. Раз, два. Кто из рыбаков не перемотал, можете написать в комментариях, исправить меня, если я где-то ошибся. Где-то сказал, что это не то, потому что я не готовился. Это текст экспромтом. В принципе, наверное, все. Вставим вот то, что вы видели. Вадим сегодня не снимал ни одного сториса, ему было некогда. А сейчас Вадим приглашает тебя за стол. Жареный бекон с ятями. Пойдет. Вот я не посолил вообще, кстати. Достойно. Есть у меня один. Товарищ. Ого! Встань на ветер, Вадим. Ого! Игровые. Начинаем готовить уку по-фински. Сливочные укацы, ну там, сливки, красная рыба. Взяли горбушу. Это для бульона. Взяли хвост, голову. Ну и серединку мякоть. Пойдем сюда. Казан. Холодная вода чистая. Просто туда. Закидываем сюда. Это для бульончика. Эхо-хейты к нам прилетят. Все рыбаки соблюдают такие приметы, когда на рыбалку не надо брать свою рыбу. Есть такая примета, но мы не суеверные люди. Вот. Просто кинули голову, серединку, хвост. Больше ничего не делаем. Ждем, когда закипит. Потом просто там появится пена. Пену мы тентель-винтель, как говорится, сундук. Туда и дальше пойдем. Пока не закипит. Все, подкинули. На любом огне ждем, когда закипит. За это изобретение мне премию, возможно, дадут. Здесь вот примерно берег вот тут начинается. Мы, значит, летом подцепляем вот сюда вот леску. Закидываем удочку. И какое-то крепление придумаем. Рыба клюет. И я хотел самоподсекающуюся сделать. Короче, самоподсекающуюся не получится. Ломаем и в казан. Ну, короче, я хотел, чтобы вот так вот она подсекала. Самое красивое на рыбалке. Это вообще непередаваемая красота. Это вот среди девушек там есть зиверт, например. Сундук любит ее. Вот. А среди рыбаков есть, когда флажок стоит. Примерно одинаковой красоты вещь. Да надо, дишь, куда хуя. Сейчас, здрасте, секунду. Заебись. Вот сейчас, да. Приспособление. А дай это, сковороду проверить. А там баллон нет? Нет, ну отсюда минус. Бля, это вообще нормально, что мы придумали хуйню? Да, вообще нет, посмотрим сейчас. Почему нет? Или плитка сейчас сгорит? Она все равно не работает. Короче, придумали приспособление. Называется французская кухня. Значит, из плитки взяли верхушечку. Баллончик. Не знаю, насколько это, конечно, не пожароопасно. Почему она французская, Макс? Французская, потому что все на огне готовишь. Вадим, ты у меня за кухню. А ты думаешь, рюкзак не сгорит? Я сейчас убавлю. В каждую рыбалку что-то горит. В каждую рыбалку будет родиться, что что-то горит. Нет, так-то вроде работает, да? Скорей, что шкоришь? Мужики! Стан! Можно это от ветра, а возможно, нет. Потому что не крутится. Не знаю, что ли. Мне кажется, может просто спанул. Либо это ветром, потому что ветер сейчас сильный. Возможно, тем более, вот эти вот жерлицы дедушки, они высокие. И у нас уже сегодня одно просто ветром уносило, без поклевки. Не знаю, может быть, это ветер. Может быть, просто удар. Чисто вялая щука, пассивная. Слабенько ударилась, живца, может, сшибла. Надо посмотреть. Даже нет следов от щучьих зубов. Мне кажется, это просто ветром купается дальше. Много не надо, Макс, чтобы он не пиздец жидкий был. Чтобы тебе картошку, а чтобы, блядь, прям чирик. Ну, картошку режь, морковку режь, покрупнее режь. Вот это немножко почистить надо, а это уже все чищено. Значит, здесь у нас голова, хвост. Там немножечко мякотится. Нам нужно вот эту пену откинуть отсюда. Конечно, через дым. Тяжеловато, видно. Ну, откинем. В общем, пока я откидываю пену, там сундук помогает. Не, ну, рука, конечно, мерзнет, потому что ручка железная. Да, ручка мерзнет, я не знаю. Ну, потому что не для улицы же нож. Запах вам. Я субками передал запах. Я просто, пока вас не было, вы ловили там рыбу, я добавил еще копченую. Тоже горбушку копченую добавил, вот от нее иди полюб. Ой-яй-яй. Да не чувствую. Чувствую, ты что. Найк, найк. Я уже переболел. Может, этот чемодан заберем? Ой! Ой! Что, я пену откидал? Ты что, картошку? Значит, вынимаем голову. Вот эти, видите, я бросал еще туда. Все, что нам нужно было на бульон, хвост еще где-то. Вот он. Они как бы свои плоды дали уже. Вот если, вот у меня вопрос, просто первый раз сейчас так делаю. Вот эту рыбу, которая была копченая, да? Мы ее сейчас сварили, вот она на вкус как. Рыб как рыба. Блин, прикольно. Хотя тоже меня сейчас слушают, да? Голодно. В этой теме, да? Нет, вкусно. Блин, как в школе. Вот они как делают, оказывается. Ну, это я не знаю, это кошка можно, может, сундуку, я не знаю. Нет, ты что, это можно... Это суп. Я тебя вам назад брошу. Оставляй суп. Нет, я уберу сейчас. Башку только уберем, я говорю, кошка. Нет, башку тоже суп. Это башке самое вкусное. Ты что, там из башки сейчас мозг я высохну. Да нет, это на бульон было. Нет, оставляй. Мы сейчас это поделим, вот это, расщеленим, так сказать. Я тебе говорю, башку кидай в бульон. Туда в бульон уже готовый лучок. Подкинуть, кстати, можно в дроссельную затлонку. А я еще буду жарить здесь. Поджарочку. Так, сейчас режем картошку. Картошку туда, крышку закрываем. Включаем наши технологии французской кухни. Вот прям прямо у меня. В прямом эфире. Сюда картошку. Пошла. Ничего пока, соль не добавляем, потому что, мне кажется, вообще ее не будем добавлять, потому что рыба соленая уже. Сейчас для поджарки. Так, что там, прицеп, морковь как? Как хочешь, давай покрупнее. Кольцами? Не, не, крупнее. Как качество картошки, потому что морковь все доль, чем картошка. Замерзло. Так, давай я пока включу. Газ выгорил. Французская кухня имени Максим Назарова. Сейчас убавим немножко. Поцелуй меня, ты. Это тобой. Значит, здесь лук с морковкой. Это на поджарку, что ли, да? Вот так, сковородку. Рукой возьми. Да, она тает, что ли? Я так уж слышу. Это на поджарку? Да. Много. Что, топим масло, сливки. Но это в самом конце. Сейчас будем делать поджарку на французскую кухню. Да что, вот эта штука, да? Рыбаки знают. Это зевник. Для Максима это тоже актуально. Сегодня он будет есть. Раскрой в рот и будем туда заливать углу. Сказано. Так, все, пошла. Пашка, крупнячком работаем. На французскую кухню ходит поджарка. Умеет, умеет. Хорошая сундука? Да. Горбуша. Вот и всякие дома. Нормально? Ну, смотри, Максим, нормально. Вердикт по пленке. По мне, это приспособление отрицательное. Да нет, на самом деле, скрывает. Ветер немножечко меньше идет. Вот туда вот. Два метра. Сильнее дует. Намного сильнее дует. Поэтому нормально. Пойдет. Пацаны, пойдет. Только уберите за собой. А то здесь бараны пасутся. А потом все эти ставят. Есть в турболовных магазинах такие, я не знаю, как называется. Короче, кусок брезента на резинках. Можно приехать быстро между деревьями натянуть и скрываться от ветра. И натянуть между деревьев можно как крышу сделать себе. Я думаю, мы приобретем прям ближайшую. Уже к ближайшей рыбалке, я думаю, мы приобретем такую штуку себе. Вот. Мы про нее знали, но вспомнили только вот вчера. Нам надо обновить бур, корыто и стаканы. Пойдем. И стаканы обновить, пацаны. Какой тост, Вадим. А ты знаешь, когда такие тосты звучат, я нахожусь в раю 7 метра. Не дальше. А мы сейчас за них и тентелевинтель сделаем. Ооооой! А здесь воды нет, Макс. Как? Я немного наливал. Ну, вкус утих уже. Бульон, потому что рыбий. Ну давай подольем. Где вода? Слушай, ну Макс. Давай подкинем. Гартошка уже. Готова? Или готовится? Готовы? Все, все, все. Попробуем. Ее все, надо уже закидывать дальше. Что-то с рыбой делать. Вот это закидываем рыбу. На сливочное масло. Подкиньте бревно кто-нибудь, пожалуйста, еще. Вадим, если не падал. Подкиньте бревна. Давай. Сначала собак пой. Ой-ой-ой. Пусть плавает, потом все вынем. Есть такой стереотип, что я... Все супы, называющие щит. Вот Вадим сам себе придумал, хоть всем рассказывай. Так, есть, так и есть. Мы ее вот так сейчас покрупнее. Пацаны, извините, пожалуйста. Рот разлетится. Мысли слов, да? Максим, давай. Исключительно только крупные куски. Мой рот любит большое. Тихо. Как я уже говорил, на рыбалке руки должны быть грязные. Если руки чистые, значит, невкусно получится приготовить. Значит, рыба не клюет. Максим, тогда руки грязные. Естественно. Все, значит, все будет вкусно. А как ты думал? Если бы даже не на рыбалке сейчас были, они все равно были грязные. У него руки жирные. Ой, здесь кипит все. Сундук, попробуй картошку. Она там не пюре? Ой, посмотрите здесь, что творится. Ой, я надеваю. Сливочки. Ой, никто ничего не говорит. Пробуем картошку. Сейчас попробуем картошку. Картошка готова. Морковь пробуем. Морковь еще сырая. Одна тут. Иди, что ты. Удай, что ты мне. Прежде чем нарежь лук, хочу спросить подписчиков, вот кто будет нас смотреть. Подписчики, новые подписчики, которые еще до этого нас не смотрели. Старые подписчики, которые до этого нас смотрели. Старые подписчики, у кого нет Ютуба. Средние подписчики, которые одно видео только последнее смотрели. Заткнись. Короче, что хотел спросить по поводу матных слов. Мы стараемся не материться на рыбалке. Просто некоторые пишут, типа, не надо матом. Вот так отдыхайте красиво на природе. Готовите, рыбачите, все прикольно. Матом не ругайтесь. Вот мы сейчас стараемся не ругаться матом, но природа, она же, мы здесь отдыхаем, расслабляемся, хочется иногда ругнуться матом, ёбный рот, блядь, но приходится не ругаться. И вот, напишите, можно в видосах матом ругаться или всё-таки не ругаться? Или ну её нахуй. Ой, Максим, как лошадиный хвост. Ну что, телефон. Да, судья, подключу. Я на помощь. Смесь перца? Ну реально, такого не было никогда, я вот не знаю. Она нужна, это не приправа, это смесь перца. А-а-а. Ну солить сейчас будем. Ты ешь просто или что? Вкусно? Не, реально вкусно. Ну ты скажи, соль, да, нет? Я вот не пойму, не пойму пока, подождите. Не понимаю, парни, правда, не то, что я сейчас сижу жру, укуюсь казана. Да, пусть. Да, пусть. Да, пусть. Да, пусть. Жорк встал, бегом сюда. Я в этот случай проверю, да бог так есть. Универсально используем крышку. Отойдите. Что там? Что-то странное какая-то. Ну давайте. Команда. Ооо, это что вообще, смотри. Ой, бля, вот. Вот это башка, вот это я понимаю. Сейчас завелось, вот это попробуйте. И вот сейчас надо солить. Вот это башка. Вот это башка, я понимаю. Пацаны просто табачил. Вот сейчас я вообще горжусь. Макс, ну тебе я думаю подойдет вот эта тарелка, да? Нормально тебе? У нас не хватит. У нас где-то побольше есть. Да я вот оттуда поеду. Да нет, нельзя оттуда. У нас нет половника, поэтому мы сначала берем вот так вот. Картошечки здесь, рыбка, морковка, все вот так вот, чик-чири. А потом берем ковшиком. И голову к себе покладем. Вы посмотрите, какие чудеса. В любви достойна только мать, камри 3.5 и финское ухо. Архангельское. Знакомое наименование. Я просто думал, что вы никто не будете и в крысу взял четун. А я подумал, что все будут и не в крысу взял ноль пешек. Не в крысу не выкладывал. Максим, лично от меня звезда Мишленовская тебе. Другой пачке. Я их даже не забрал. Хлеб, естественно. Сюда. А жерлицы у нас не стоят, пацаны? Нет слов, одни эмоции. К сожалению. Опять будут все писать, что мы ездим только пожрать. Но, ребят. Дело в чем. Многие говорили, что сегодня не будет клевать. Из-за того, что вчера было. Вот теперь морозы ударили достаточно нормальное. Типа перепад давления. Из-за этого клева не будет. Рыбаков сегодня немного. На водоеме обычно здесь прям... Солдаут. Как мужчина подсказывает на английском там что-то. Солдаут говорит. Но мы все же приехали. Но нам же самое главное не рыбу поймать, а отдохнуть. Мы расставили жерлицы. Вот. Была одна поклевка холостая. Может быть это просто ветром флажок поднялся. Вкусно поели. Отдых на природе. Это же супер. Если вы тоже за отдых на природе, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Напишите комментарий, как вам. Понравилось, нет? Сейчас вот эту башку. Я прям к себе в башку. Самый вкусный суп, который я ел в своей жизни. Честно. Без преувеличения. Положаю руку на сердце. На ложку в супе. Бля, так издалко. Так издалко ко мне и идем. Только косточки трещат от рыбы. Очень вкусно. Все. Жерлицы все собрали. Ребята, я думаю, тоже кухню уже все собрали. Поэтому двигаемся в сторону машины. И оттуда уже домой. Смена погоды. На рыбалке не прем. Люди, у которых клюет. Приехали мы на водоем. Люди, у которых клюет. Меньше двух килограмм мяса не берем. Люди, у которых клюет. Тащи вагон. Люди, у которых клюет. Сало главный друг рыбака. Люди, у которых клюет. Ловим мы на плантюр. Люди, у которых клюет. Блин, сорвалась. Люди, у которых клюет. Давайте рот вращаем. Мы люди, у которых клюет. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка. Сегодня мы без рыбы. По погоде было понятно, что сегодня клюев будет не очень сильный. Давление скачет. Температура резко за ночь изменилась. Но все равно мы сегодня круто отдохнули. Так что помните, мы не только рыбачим, мы еще и готовим. Присылайте свои рецепты нам в комментарии. И, возможно, именно ваши рецепты мы повторим с нашим коллективом на какой-нибудь из рыбалки нашей поездки. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Лайк, если видео понравилось. Если не понравилось, дизлайки нам не нужны. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Мы будем радовать вас новым контентом. Отправляй видео своему другу, пусть поржет вместе с тобой. И, кстати, давайте поедем уже, пацаны. Все, давай. Давай, давай, будка! Сейчас взорвется. Ну, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok